Новый уровень сотрудничества. Отношения между Китаем и Африкой вступают в новую эру. Борьба с исламским государством. Минобороны России уличила США в покровительстве контрабанды нефти. Разматывай удочки. На озере Ламаху после десятилетнего перерыва открылся рыболовный сезон. Финансовая столица Южной Африки Сидинпин принял участие в форуме китайско-африканского сотрудничества. Этому событию предшествовали Парижская конференция ООН по изменению климата и государственные визиты в Зимбабве и ЮАР. Во время деловой поездки председатель КНР общался с руководителями более 50 стран мира и международных организаций. Во время своих выступлений китайский лидер обозначил приоритеты внешней и внутренней политики Китая. Отношения между Китаем и Африкой вступают в новую эру. Визит Сидинпина в регион яркое тому подтверждение. На саммите в ЮАР в рамках форума по сотрудничеству была выработана программа развития партнерства между сторонами. О ключевых итогах этой встречи в материале далее. Всеобъемлющее стратегическое сотрудничество и партнерство – это новый уровень отношений Китая и стран Африки. Повышение дипломатического статуса инициировал председатель КНР на саммите в рамках форума сотрудничества Китай-Африка. По словам Сидинпина, новый этап партнерства придаст импульс обоюдному развитию. Фундаментом новых китайско-африканских отношений будет взаимовыгодное сотрудничество. И это позволит нашему партнерству вступить в новую эру. Китай остается надежным другом стран Африки при любых обстоятельствах. Наше взаимодействие уже выросло до нового стратегического уровня. По словам китайского лидера, страна готова содействовать индустриализации африканских стран и помогать развивать экономическую самостоятельность континента. Серьезное намерение Китая подтверждает план страны в ближайшие три года сконцентрироваться на реализации десяти крупных совместных проектов, которые удовлетворяют потребностям развития Африки. Для их реализации Пекин предоставит странам финансовую помощь на сумму 60 миллиардов долларов. Инициативы председателя КНР Сидзинпина по деловому сотрудничеству в сфере промышленности, модернизации сельского хозяйства, защиты экологии, увеличения инвестиций получили серьезную поддержку у африканских стран. Африканское сообщество стремится к стабильности и миру. И в будущем Африка также нуждается в мире. Проведение форума сотрудничества Китай-Африка четко соответствует этим потребностям. И председатель КНР Сидзинпин тоже приложил свои усилия для развития континента. Так что мы будем вместе продвигать вперед и укреплять китайско-африканскую дружбу. Этот саммит, безусловно, выведет наше партнерство на высший уровень. За 15 лет с момента проведения первого форума сотрудничество двух сторон уже показало значительные результаты. Наиболее эффективно развивается совместная работа в сферах политики, финансов, культуры, гуманитарных обменов. Лидеры Китая и африканских стран уверены, что поле сотрудничества в дальнейшем будет расширяться. Ян Гуан, Си Си Ти Ви. Не учите жить, лучше помогите материально. Позицией многих стран Африки до недавнего времени была потребительской. Китайский африканский форум в Йоханнесбурге продемонстрировал стремление континента стать равноправным членом мирового сообщества. Пример быстрого экономического развития показал Китай. Помимо инвестиций, Пекин предлагает новые технологии развития инфраструктуры, которые помогут Африке избавиться от постоянной финансовой зависимости от зарубежных спонсоров. Не просто дать денег, но и помочь их заработать. Эту позицию Пекина на китайско-африканском форуме оценили многие наблюдатели. Международный обозреватель из Пакистана Султан Хали внимательно изучил 10 совместных проектов, представленных Си Цзиньпином в Йоханнесбурге. Он заметил, что удовлетворив нынешние потребности стран континента, предложения КНР открывают перед Африкой возможности самостоятельного развития. Председатель КНР Си Цзиньпин выступает за всестороннее сотрудничество с африканскими странами, настаивая на концепции взаимного уважения. И это сотрудничество возможно не только на государственном уровне, но и в отношении простых граждан. Укрепление связей позволит повысить качество жизни народов Африки и благотворно скажется на окружающей среде. Именно в этом и заключается смысл концепции «сотрудничество и взаимная выгода», которую представил председатель Си. Выбрать пути развития не с помощью оружия, а показав пример успешного развития. Отношения, основанные на равноправии, которых придерживается Китай, особенно важны для стран с нестабильной политической ситуацией. Афганский эксперт Харун Мир отмечает, что главным достижением форума КНР из стран Африки является повышение уровня сотрудничества. Пекин видит в континенте равноправного партнера с большим потенциалом возможностей. Чтобы помочь в становлении африканской экономики, китайские власти готовы выделить 60 миллиардов долларов. Я считаю, что 60 миллиардов долларов инвестиций очень важны для Африки. Можно сказать, что они станут толчком для развития африканского континента. Возьмите, например, сельское хозяйство. Если оно будет хорошо развиваться, то может стать основным ресурсом континента. Потому что Африка имеет уникальные климатические условия. Африка способна внести большой вклад в обеспечение продовольствием всего мира. Процветание Африки возможно только в условиях политической стабильности, отмечают эксперты. А что же касается экономического развития, то Китай уже показал пример быстрого развития. А сам форум в Йоханнесбурге доказал, что Пекин готов поделиться своим опытом. Джан Цюхун, Артур Валеев, CCTV Минобороны России сочло заявление США по нефти исламского государства о покровительствам контрабанде. После того, как российское военное ведомство опубликовало информацию о схемах торговли нефтью между террористами и Турцией, представив кадры авиационной и космической разведки, последовала реакция Соединенных Штатов. В Вашингтоне заявили, снимки российских военных подлинные. Но куда именно едут сотни машин с нефтью, американцам не ясно. Да и количество нефти, которое поставляется контрабандой в Турцию с территории контролируемых боевиками исламского государства, в США назвали незначительным. В Министерстве обороны России подобные заявления назвали по меньшей мере странными. Анкара хочет отказаться от поставок российского газа. О поиске новых источников голубого топлива заявил турецкий президент Раджеп Таип Ардаган. На такие жесткие действия власти страны решились из-за резкого ухудшения отношений с Москвой. Кремль уверен, что турецкие ВВС намеренно сбили российские бомбардировщики и уже наказали Турцию введением санкций. Теперь Эрдоган предлагает ответные меры. Среди возможных поставщиков газа президент видит Катар и Азербайджан, куда он ездил на приговоры вместе с премьером Ахметом Давутаглу. Турецкая власть надеется на ускорение строительства газопровода из Каспийского региона. Зависимость Турции от иностранного газа очень велика. 98% топлива страна получает из России и Ирана. Аналитики считают, что в таких условиях отказаться от российских поставок Анкарас может нескоро. Великобритания усилит удары по террористической группировке. Исламское государство в Сирии об этом заявил глава Аминобороны страны Майкл Феллен во время посещения военной базы Акт-Тириев на Кипре, откуда британская авиация наносит удары по позициям исламистов. Майкл Феллен также сообщил, что в ВВС страны недавно атаковали нефтяные месторождения, находящиеся под контролем экстремистов. Это уже вторая воздушная операция британцев. В будущем для нанесения ударов будут применяться беспилотники и управляемые ракеты. Главными целями станут инфраструктура боевиков и командные пункты. Напомню, 2 декабря парламент Великобритании одобрил участие ВВС в операции в Сирии. Сразу после этого Лондон нанес первые авиаудары по позициям исламистов. Китай запретит коммерческую вырубку леса к 2017 году. С одной стороны, это принесет большую пользу экологии, с другой – нанесет удар по экономике некоторых регионов. Что сделают лесные хозяйства для того, чтобы выжить в новых условиях? Все подробности у моих коллег. Ши Вэнь Гуан работает дровосеком уже почти 30 лет. Но в этом году его жизнь изменилась после того, как вырубку лесов запретили на северо-востоке Китая. Теперь пилы пылятся на складе, хотя многие все еще в рабочем состоянии. Я всю жизнь был дровосеком. Чем мне теперь заниматься? Как зарабатывать? У нас ведь нет образования. Мы чувствуем себя беспомощными. Но за долгие годы дровосеки изучили лес как свои пять пальцев. Поэтому многим из них после запрета предложили стать лесниками. Теперь они охраняют деревья. Мне очень нравится быть лесником, потому что раньше я уничтожил столько деревьев. Теперь я хочу защищать их, хочу сохранить для будущих поколений. Но лесничество не приносит такого же дохода региону, как раньше приносила вырубка леса. Огромные склады для хранения древесины пустуют. Промышленная группа лесного хозяйства Ченбайшань теперь отвечает за 24 тысячи квадратных километров леса. Это только на одну пятую меньше территории Швейцарии. Компания трансформирует свою бизнес-модель, знакомится с зелёной индустрией. Например, здесь начали выращивать съедобные и лечебные грибы. Работники готовят специальные пластиковые пакеты, собранные в лесу биомассой. Весной их распределят среди местных жителей. Теперь наши работники могут самостоятельно выращивать грибы и зарабатывать больше денег, чем раньше. Это ежегодно приносит 20 миллионов юаней дохода. Способ создать больше рабочих мест для местных жителей – развивать туризм. И власти поддерживают начинание в туристической отрасли. Озеро Лау-Ли-Кэ в последнее время прославилось благодаря красоте снежных пейзажей. Но леса можно открывать для туристов только в том случае, если их воздействие на окружающую среду будет минимальным, говорят специалисты. В городах нет такого снега. Мы очень рады посетить это место. И мне кажется, они очень хорошо заботятся о природе. Я буду советовать это место своим друзьям. Лес остается тем же, меняются люди. Теперь те, кто живет по соседству с ним, по-новому выстраивают отношения с природой. Анна Санякевич, СиСи ТВ. Знаменитый саланкс или рыба-лапша из озера Ламаху скоро снова появится на китайском рынке. После 10-летнего перерыва здесь открылся рыболовный сезон. Причиной для запрета для отлова послужило ухудшение экологии. Раньше водоем в провинции Дзен-Су славился на всю страну. Добыча здешних рыболовов экспортировалась в Японию, Республику Корея. Правда, такой активный промысел практически уничтожил местную биосферу. Насколько озеро Ламаху восстановило свои ресурсы, расскажет Ахмед Сулейманов. Сегодняшнее утро он встретил с рыболовной сетью в руках. Рано утром рыбаки идут на промысел. Впервые за 10 лет. Все это время проводилось восстановление местной экосистемы, сильно поврежденной в результате незаконной добычи песка. Для рыболовов это сакральный момент. Вытаскивая из воды сеть, полную саланкса, они не могут скрыть волнение. За последние 7-8 лет это лучшие мальки. Если они хорошо расплодились, размножились за это время, то за день работы можно будет ловить по 100 килограммов. Теперь, поскольку качество воды хорошее, мальки быстрые и хорошо растут. Сегодня первый день из четырех дней рыбалки. По-моему, улов будет хорошим. Я только что вытянул примерно 10 килограммов. Глядя на сегодняшний улов, трудно поверить, что 10 лет назад в озере жизни практически не осталось. Незаконная добыча песка и другие виды антропогенной деятельности почти полностью разрушили естественную среду обитания саланкса – довольно капризного вида лососёвых. В последние 10 лет здесь добывали слишком много песка. Это главная причина загрязнения воды. Рыба лапша почти исчезла. Чтобы вернуть озеру жизнь и чистоту, в городах Сюйджоу и Суцянь наложили запрет на добычу песка в озере. Всего пять месяцев спустя экология уже намного улучшилась. Благодаря запрету на добычу песка, дополнительному оснащению природоохранных служб и ещё некоторым мерам, мы снова встретили рыболовный сезон. То, что мы организовали сезон – сигнал того, что рыбные ресурсы на ломаху восстанавливаются, потому что саланкс – это такая рыба, которая плавает довольно рассеянно. Ловить её можно только промышленным способом по определённой методике. И организовывать сезон имеет смысл только ради хорошего улова. Для предотвращения перелова и защиты ресурсов власти ограничили время сезона. Период составляет всего четыре дня. С 4 по 7 декабря каждый день работа заканчивается в 16.00. Максимальное количество лодок, которые можно спускать на воду в день – 120. По словам чиновников, увеличивать доходы рыболовов необходимо с учётом долгосрочной перспективы. Ахмед Сулейманов, CCTV. Таковы главные новости к этому часу. Оставайтесь на телеканале СССИ-ТВ «Русский». Субтитры подогнал «Симон»!